Кулачные бои советских пограничников с китайцами, что творилось на острове Даманский. В 1969 году остров Даманский на реке Уссури стал местом пограничного конфликта между еще вчера братскими социалистическими странами, Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. Многое из того, что делали китайцы, не поддается рациональному объяснению. Остров площадью 730 000 М2 по-китайски называется Чжэньбае, что в переводе значит «сокровище». Почему его так назвали, неизвестно. Никакого хозяйственного значения эта полоска суши не имеет. Территориальный спор из острова возник в середине 1960-х, когда вопреки первоначальному договору о границе пекинские власти принялись утверждать, что данный клочок земли принадлежит им. Одним из аргументов было то, что взасуху остров часто соединяется с береговой линией КНР. Китайцы стали регулярно устраивать провокации, выходили на остров, демонстрируя, что он якобы принадлежит им. Поначалу к этим акциям привлекали местных крестьян. Например, в 1965 году остров вспахали тракторами. Впоследствии для провокации стали использовать хунвейбинов, молодых последователей Великого Кормчева. Выходя на Даманский, они кричали, ругались, размахивали цитатниками Майда Хрипот и скандировали его высказывания. Подобное повторялось в 1967-1969 годах чуть ли не каждую неделю. Часто между хунвейбинами и советскими пограничниками завязывались кулачные бой. Несмотря на численный перевес и изворотливость китайцев, победителями из схваток неизменно выходили русские. Весной 1969 года дошло до применения оружия. В ночь на 2 марта 300 китайцев, по другим данным, 700, одетых в белые маскировочные халаты, заняли позиции на острове. В ответ на требования советских пограничников уйти китайцы открыли по ним огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Не без помощи подоспевших жителей села Нижнемихайловка пограничники отразили нападение. Китайцы бежали с острова, теряя шапки и рукавицы. С советской стороны тогда погибло 32 человека. Боевые действия повторились 15 марта, на этот раз в ходе многочасового боя остров переходил из рук руки 8 раз. Советское правительство назвало произошедшее бандитским налетом и провокацией маоистской военщины. Во время первой вывозки на Даманский китайцы добивали раненых с особой жестокостью. Осмотром и заключением врачебной медицинской комиссии, освидетельствовавшей трупы убитых советских пограничников, установлено, что китайцы расстреливали раненых в упор, наносили удары штыками. Лица некоторых убитых советских пограничников были изуродованы до неузнаваемости, писали советские издания 8 марта 1969 года. Рядовой Василий Вишневский вспоминал, что у некоторых его сослуживцев были выколоты глаза, и признавался, что от увиденного волосы вставали дыбом. Возможно, китайцы не стали бы так зверствовать, если бы не были пьяны, после боя русские, помимо китайского военного снаряжения, обнаружили фляги из подводки, которые были у каждого солдата на АК. Вплоть до сентября 1969 года китайцы еще неоднократно пытались попасть на остров, но их встречал огонь из артиллерийской установки Град. Провокации имели место и на других участках границы, в частности, у озера Жаланашколь. В 1969 году Советскому Союзу удалось сохранить статус-кво, заключив соглашение с КНР, но по прошествии двух десятков лет Китай добился своего, в 1991 году Москва признала суверенитет КНР над островом. Сейчас на Чжэньбае постоянно размещаются китайские казармы. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.